Политический выбор, вот тоже, политический выбор Александра Невского. Какой политический выбор Александра Невского? Если бы вы подошли бы к Александру Невскому и спросили бы, Александр Ярославович, вы какой будете выбор-то политический делать? Вы к крестолосцам или к золотардынцам? Он скажет, вызовите главврача в соседней психиатрической больнице. Палача сразу. Вы его, да, недолечили. Вот этого. Вы, слушайте, что вы на голом месте создаете какие-то исторические конструкты, а потом предлагаете и в качестве трудных вопросов учителям обалдевшим и таким же обалдевшим детям. Это же конструкт, сочиненный тем, евразийцами, на пустом месте, на выдуманных совершенно исторических источниках, или я бы даже назвал псевдоисточников. Они нашли один факт того, что якобы Александр Невский, значит, пожаловался там хану Батты на своего младшего брата Андрея Суздальского, тот, дескать, послал неврю и врать, пятый, десятый, т.д. и т.п. Да, эта информация содержалась всего в одном летописном своде, созданном в 16 веке, который в глаза видел Василий Никитич Татищев. Он у себя в своей истории это отметил, потом эта летопись сгорела во время московского пожара и привет родителям. И вот на этом создали целый конструкт об историческом выборе Александра Невского. Ломает вокруг этого копья этот пивоваров, ну вы знаете, этот поджигатель липовый, академик. Он уже, да, этот аферист с академическим званием, который сам говорит, что он никакой не историк, но при этом сидит, получает зарплату как академик по истории 100 тысяч рубликов, между прочим. За одно звание, так он называет Ивана, ой, Александра Невского, я вам цитирую, смрадной фигурой русской истории. О каком патриотическом воспитании мы говорим? Александр Невский.